Всем привет дорогие зрители, итак, я продолжаю фармить кубки, продолжаю фармить грант, золото, карты, потестить колоды, но суть не в этом. Мне сегодня подобрался такой противник, которого я не встречал ни разу за всю игру, ни в глобале, ни в испытаниях. Сейчас мы о нем поговорим и покажу колоды, которые я его выиграл. Расскажу предысторию, я играл в грандах вот этой колодой, в общем, ну как всегда у меня получается хорошо, то плохо получается, ну по-разному. Могу отыграть 10-0, а потом следующий грант отыграть со счетом 1-3, то есть ну по-разному бывает, все зависит, конечно, от скилла. Колода все так же остается топовой, но я решил изменить ее, даже не изменить, а взять другую колоду с големом, той, которой я проиграл. И эта колода выглядит следующим образом, хотя до этого, когда я снимал видео, ну практически похожую деку, я сказал, что я не понимаю сочетание меганайта с големом. Ребят, я очень ошибался, реально колода крутая, я, наверное, буду с этой декой пытаться научиться играть и фармить гранды. Приходите на стриме, я доиграю это испытание, ну естественно, я сомневаюсь, что 12 побед будет. Вообще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на мои стримы, я там составляю колоды, показываю разные деки, играю в испытаниях, фармим золото и вообще хорошо проводим время. Чтобы не пропускать мои стримы, колокольчик нажимай. Ну и, собственно, давайте теперь перейдем к сути ролика. Подобрался, значит, мне противник, и когда я посмотрел на его профиль, я просто охренел. Я таких противников не встречал, ну реально, ну ни разу. Я записывал видео, когда я выигрывал парня с рекордом 6400, но здесь 6523 рекорд, 55 место в топе, прошлый сезон 6000 кубков. Нереально крутой и сильный персонаж мне подобрался. И давайте посмотрим повтор, как я его выиграл. Значит, я, ребят, конечно, понимаю, я понимаю, что у меня дека контр, так как у него... А, ну давайте про его колоду поговорим, это дека спам с арбалетом, я, кстати, подобную колоду использовал. Но я големам, например, дефл, потому что ставлю домики, големам очень трудно пройти, так как постоянно спам, спам, и голем, блин, не доходил вообще ни разу к вышке. Но у меня немножко другая колода, у меня еще есть меганайт, у меня еще есть, ну, голем против, естественно, арбалета, дефайт, а спам, дефайт, мой меганайт. И вот смотрите, сейчас как хорошо получится зайти. Я хотя думал просто прокрутить колоду, поставить сборщик, но так получилось, что я сразу снес его хижину варвара и сразу пробрался к вышке. Ну, очень повезло. Да, мега рыцарь, дефайт, спам, вы скажете, ну тут ничего необычного. Но в самом деле, ребята, я выигрывал даже этой колодой контрдек. И сейчас мы тоже посмотрим эти повторы. Пека, это же контрколода голему, поэтому я покажу, как еще Пеку выигрывал. И там, по-моему, с таранами, трема мушкетерами. Ну, в общем, повторы сейчас мы посмотрим еще один. Давайте сейчас посмотрим, как я выиграл топа. Ну, не знаю, ребят, для меня это событие заслужит отдельного видео. Не каждый день мне встречается топ мира, да еще и там 55 место. То есть, ну, с таким рекордом, я думаю, выиграть противника, это всегда, ну, не знаю, такое, ну, у меня маленький АЧСВ сразу повышается. И, блин, ну, это круто. И поэтому я хочу вам записать ролик по этому повтору и показать, как я его выиграл. Но, опять же, говорю, да, было легко, потому что это контрколода. И, как видим, что у меня очень хорошо получается ставить сборщик. И он понимает, что он немножко тупит, так как он потратил фаер на полуживой сборщик. Хотя, знаете, тут сложный вопрос. Фаербол не убивает сборщик, как ракета, да? То есть, его можно даже бросать на полуживой, так как все равно фаербол фул сборщик не убьет. Поэтому, возможно, он еще и правильно сделал. Ну, как видим, я цикл прокрутил, колода дешевая. Ну, не совсем дешевая, но она похожа на предыдущую деку, только здесь есть меганайт вместо дровосека. Ледяной дух на мини-пеку плюс бандитка. И сейчас ставлю еще ведьму. И, как видим, что арбалет сагрится теперь на голема. И я забиваю подкидывать каких-то юнитов к голему. А, нет, я подкинул этого мегарыцаря. Но я хотел свитч сделать еще и слева. Как видим, бандитка и ночная ведьма у меня оттачат по левому флангу. И я думал, ну, надо же добивать тысячу хитпоинтов. В вот этом моменте я вообще чуть ли не упал со стула, когда мой мегарыцарь сагрился на главное здание. Я такой смотрю, моя атака полностью развалилась. И я не смог нанести урон справа. Хотя я был уверен, прям максимально уверен, что все, дружище. Я сейчас сношу тебе одну вышку, а потом добью левую. Но нет, у меня не получилось. Я немножко разволновался, я думал, что я уже не успею добить тысячу хитпоинтов. Но зря я волновался, так как у меня, естественно, по эликсиру преимущества. Смотрите, сколько юнитов на карте находится. И бандитка с этим смегарыцарем, естественно, делает свое дело. Я не буду говорить, что я сильнее этого игрока, естественно же нет. Естественно, мне просто повезло то, что у меня была контр-колода его колоде. Но все равно, ребят, все равно чувство такое, ну, приятное, что я выиграл такого персонажа. Блин, у него 20 побед в испытаниях максимально. Смотрите, сколько выигранных карт у него. А, ну, не так уж и много, на самом деле. Наверное, обычный донатер. Ну, возможно, возможно, там бустер сидел, я не знаю. Может, не он, не хозяин играл на аккаунте. Но неважно. Я просто хочу вам продемонстрировать колоду. И она реально годненькая, с ней можно катать. Давайте вот посмотрим еще повтор. Вот смотрите, против Пеки я играл. Вроде бы Пека считается контр-колодой голему. Но здесь, понимаете, такая колода, что как бы не просто здесь одна атака с големом. Здесь может идти по двум лайнам атака. Еще есть Мега-Рыцарь. Это очень хороший танк. И с ним тоже можно зайти. Итак, мы оба ставим сборщики. И давайте смотреть, как будет развиваться событие дальше. Я готовлю ставить Ночную Ведьму. Я не решаюсь просто ставить голема. Так как, ну, привык прокручивать колоду и ставить больше сборщиков. Чтобы на двойном эликсире, естественно, сделать пуш-атаку. Но когда он поставил Пеку, я понимал, что мне не задефать Пеку. Просто Ночной Ведьмой там и какими-то своими юнитами. Поэтому я поставил танчить голема. Я знал, что он взорвется возле вышки. Но пока будет Пеку уничтожать голема, мои дополнительные юниты, которые идут сзади, конечно же, Пеку уничтожат. Плюс он выбросил Дровосека. И, как видим, вообще на Изи Дровосека убили сразу же. Поэтому зря потратил 4 эликсира. Но я не ожидал, что будет такой результат. Практически снос вышки. И плюс, смотрите, по моему эликсиру и по его. И у меня стоит 2 сборщика. То есть, понимаете, да, какое преимущество. Он подбрасывает бандитку в надежде, что сможет продолжить атаку с Громоверстом. Но, как видим, я Ночной Ведьмой на Изи задефал. Я понимаю, что 200 хитпоинтов. Это просто один раз выбросить голема. И ему дойти просто к вышке нужно будет. Чтобы там взорваться, расколоться. Не важно, даже можно и не возле вышки. Естественно, заберу. Поэтому я перехожу на левый фланг. Жаль, конечно, что не было у меня Ночной Ведьмы в этот момент. Он, естественно же, в этот по левой стороне ставит Пеку, чтобы задефать. Я подбрасываю еще Мегамуху. Готовлю бандитку или Мегарыцаря. По-моему, сейчас выброшу. Да, Мегарыцаря. Или нет. Да, Мегарыцаря. И подбрасываю Ледяного Духа. Дровосека, смотрите, уничтожили. Пеку, конечно, нет. Он, по-моему, сейчас такую хорошую контратаку сделает. Но я сразу же пойду правую сторону добивать. Потому что с этой колодой расслабляться нельзя. Потому что у меня нету фаера, у меня нету поезда, нету молнии. И добить вышку еще реально нужно постараться. Вот здесь я вообще идеально задефался. Смотрите, вроде бы идет такая сильная комбинация. Я-я-за плюс Ледяной Дух. Бандитка сейчас, смотрите, отвлекает Пеку. И вообще урона практически не наношу. Точнее, не получаю. То есть я не ожидал, что так задефаюсь. Там 3 миньона, Дровосек, плюс Пека были. Ну, думал, все, хана мне. Здесь я немножко погорячился. Я не обратил внимания на вышку. Что там осталось всего лишь 19 хитпоинтов. Это один зап. Я не знаю, зачем я выбросил Голема. Поэтому, ну, погорячился. И слева, смотрите, строю атаку Мегарыцарь плюс Мегамуха. Но вроде бы я здесь вышку уже не снесу, не помню. Понятное дело, что 100% я справа добиваю сторону. Так как там 19 хитпоинтов. А, ну и бандитка слева с Мегарыцарем просто сносит левую башню. То есть, ребят. Ну, весь бой я лидировал с учетом того, что моего противника, ну, считается контр-колодой. У него Пека, у него Дровосек. Тоже есть сборщик. Но единственное, что у него не было, что было бы контр мне, это Шахтера с Познаном. Если бы и эта карта присутствовала, конечно же, мне было бы трудно, естественно. Ну, и давайте в завершении покажу, как я на 3-0 взял Голема. Давайте на Х2. Чтобы, ну, я думаю, самый главный повтор я уже показал. А остальные, возможно, вам не так интересны. Но, все равно, я не только вам хотел показать, как я выиграл топа, да, похвастаться. А еще продемонстрировать вам колоду. Естественно, в прямых руках эта дека будет нереальный имбой. Поэтому, если вы шарите играть с Големом, то берите однозначно. Она вам подойдет, и к ней можно делать реальные вещи. Начало боя, а я уже сношу вышку. Хотя он тоже играет с Големом. Голема я задефал справа, но 1200 хп все равно осталось на вышке. То есть, ну, дамаг прошел. Вот здесь и ледяного духа вообще очень убого кинул. Он сагрился, по-моему, на одну или две мыши. А планировал я убить, точнее, заморозить, фризануть маленького дракончика. Не получилось. И когда я увидел, что у меня хитпоинта очень мало и на одной, и на другой вышке, я немножко расстроился. Когда он выбросил молнию, я понимал, что у него сейчас эликсира вообще нету. Так как он выбросил Голема, потом молнию. На деф у него элика вообще, как видим, не хватает. Я сношу одну вышку, ну и в конце, естественно, перехожу на трешечку. Вот как-то так. Да, изи трешечка. То есть, оставалось, кстати, у меня немного хитпоинтов. Там молния плюс, ну, может, бревно какое-то слева. Хотя нет, все равно бы не добил. И справа просто Големом запушить. То есть, ну, как-то так. В общем, ребят, я не знаю. Возможно, если я сделаю, получится 12 побед. Ну, что, вряд ли. Я уже давно 12 побед не делал. Продолжу грант на стриме апать. Приходите на стриме. Не апать, а делать 12 побед. Пытаться. Вот. Ну, и этой колодой, не знаю, в глобале буду, не буду играть. Моя цель ролика показать деку и показать вам повтор, как я выиграл топа. Ну, похвастаться. Ну, и, собственно, делать вывод вам, брать эту деку или нет. Ставьте лайки, ребят. Подписывайтесь на канал. Будет еще много разнообразных дек. Это был внеплановый такой ролик. Потому что, ну, я был, конечно, очень приятно удивлен, что я затащил такого игрока. Честно. Блин, ну, я до сих пор радуюсь. Все, ребят. На этом буду прощаться. Желаю вам удачки. Также побед вам. И всего хорошего. До новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok